всем привет и за очередные мои приключения на боте значит в этот раз у нас снова катка против дона будем его доном называть так есть у него куски ауткаст химики и неотанки отвод за 25 так а у нас а я к сожалению пропустил этот момент но я короче ставил чё там даже ставил то блин уже из головы вылетел ну короче я поставил там а силку за 100 и два клока я поставил и роль ну этот пик потому что мне больше ничего нет вот по итогу нам выпадает дуб как бы с неплохой достройкой и поэтому я решил что нет смысла там оставлять хилку и клоков в общем тупо выкинул эту ауру решил что получится вроде на дубах как-то реализоваться и закончить не на 31 вот и сразу что у меня мысль такая закралась что хочу через пугну играть потому что в целом дубы довольно медленные и хорошо бафать короче будет одна проблемная волна это третье ну для по стандарту скелета вот вот скелета в основу потому что на 3 типа в пугу но его буду делать вот и я опнул сразу king а потому что типа на дубах вроде арчения охота слать ну короче хочется чуть-чуть понапрягать при этом ты сам как бы не не можешь высокий ламп делать вот очень решил через king а сыграть атаку дал вот дон у нас тут играет через хусков что довольно занятно ведь у него есть алхимики нестандартный подход конечно два апнутых химика на 3 левел но в целом он на хим на кусках и не может сидеть высоко по ламберу они уязвимы на 3 волне уязвимы в целом и на 4 если усап придет в лицо прям быстро зайдет я думаю она сломает его но он мне тут засылает без индекса он сидит делает просто виспов хочет в инком уйти пораньше вот а за счет того что у нас есть пугна я был уверен что мы четверку вообще легко дефнем как бы дерево само по себе отлично дефает но тут еще и пугна супер бафает поэтому я был уверен и сделал все там виспов короче херачу сам кинул и мне тут тоже за сырочек примерно такой же тут достройка тролля за 80 под ноль по голдишке у него сейчас тут у него посмотрим ну пока стенка из кабанов урса тупит бегает ничего не делает но у нас дерево под накуркой расфигарила уже всю волну а и уса еще в сетке стоит ну ясно зайди урса пораньше тут наверное штук 15 лик было бы но это рандом так и пускает он два кабана ну хотя бы что-то делать единичку наш дуб справился с этой волной сделал я себе 72 ну я подумал что типа он не будет мне там на пятерку короче кидать потому что обычно там на дубах как-то все дефается то есть более вероятно что он даст либо 6 либо 7 вот и у меня там по моему лесу много я ему орк кидаю на 5 потому что я там учуял какой-то сплэш но там просто несколько юнитов было опа ну добили если бы не добили конечно это фиаско было бы ну в общем он в нули ну все это забирает тоже у него видим 72 есть и кстати я на пятерку достраивал айстроля то есть по валу у меня совсем не густо было вот на 6 я думаю что типа апа айстроля хороший плюс у нас есть еще голда и я делаю еще досыл на 6 в надежде что мы если он типа хорошо дефнул 5 то может быть тогда 6 он не сможет в нулину задефать вот и типа мы покормимся и нам короче говоря либо на еще дуба точно хватит либо вообще на ап дуба и нам будет пофиг дальше на любой его засыл так вот уфса зашла ну хуйски в целом шестерку а тут еще и так сказать такой засыл джентльмена на 6 левел стандартный набор урсик плюс хермит и получается хороший пропуск понятное дело что в ломбир мы не едем а хотим по валу как бы достроиться сам я при этом решаю что типа у нас же есть и король я еще там как в короля хп один раз дал и в целом то что у нас допустим два дуба будет либо апнутый дуб вообще типа можно сами еще кинем вдруг он там еще ломбир например заказал вот дон кидает две урсы и мелочь хермит стандартные когда просто как бы две урсы ну так по-прежнему играет через хусков вот а я решаю короче у меня тут этот паучок стоял павук как как его называют в чатике короче говоря его продал у меня видите была и ферма и и голды не хватало я его короче продал и опнул тупо дерево решил что это будет наилучшим вариантом здесь ну и лекая в общем ерунду там сколько четыре пять сатиров остальное все инком там еще менты есть вот а тут тоже ну микро течь короче можно сказать что он с нули на всю дефнул вот подкачиваю кинга но в целом я мог этого и не делать потому что и так бы справся но в общем то решил что не помешает не грех запал у дона по моему горелка что ли а может можно посмотреть а не стан сейчас бы нагнал тут иногда забываю что видно все это теперь в этой версии удобно в этом плане комментировать стало можно все посмотреть практически только наличие сила единственное что не видно вот на этот на 8 решил не кидать типа потому что я подумал что там сплэш какой то вот но я решил кинуть по моему на 9 он мне накидывает мелочь как бы в дуба думая что я например тупо ухожу в ломбер и буду кинга качать а если там типа соло апнутый дуб ну как бы со слабой достройкой то девятка лекается очень серьезно ну тут у меня есть тролли и пугна с бафом и вот я еще даю аппарата я к десятой готовлюсь вот сам кидаю две виверны по моему а не это в другой игре ну кидаю наборчик аур просто тут добавляется два химика которые ну кстати против вив бы вообще развалились но в целом как танковка здесь пойдет 7-3 остается дон 1500 валы вот ну у нас мы видели нам пришла урса с хермитом и чуть-чуть мелочи все фигня вот значит после дефа девятой волны 1500 вала дон заказывает дальше ломбер я думаю он себе 7-5 сделает ему как бы этих алхимики не нужны сейчас он тупо хускарами все уже ему с ну короче с таким же валом он может дефать и десятую волну вот и у меня вот после взрыва такая ситуация все ваншотные ну а там волной добью вот и я как раз подумал что если он решает что я в инком играю ну то есть в ломбер высокий что я буду кингаша скачать то типа он не будет ждать за силой и типа выгодно кинуть в размену ну и я короче ожидал что он не кидает до хера типа что дуба то как бы явно он должен был прочитать вот в общем что будут размены типа получится как то на 10 схитрить вот ставлю агшку отвод усиливаю там паучок да дубешника ставлю вот засыл довольно плотный и ну мне поменьше идет вот у него тут стоят эти и он кстати одного химик таки апнул пять хускаров один химик апнутый значит босс у него один хорошо вышел не знаю как он будет стакать пока замедлил ну короче у нас стакать босса стакать стартовую часть мелочи загулять чтоб по отводу типа не сагрить вначале так ну тут на босса вроде должны сработать или нет нет все переагриваются короче в мид у нас один идет туда а здесь все нормально накуриваются там у нас ну баф на эстроля ну и когда в хускаров приходит много мелочи получается тотальный расфокус плюс они и сетки кидают в боссов и типа не бьют их они меняют цель из-за этого эти же опять расфокусы получаются и по итогу он ни хера не дефает вот а я дефаю в нули ну просто ну хил у него есть но нет короля вот он качает хп в боссе ну и типа у него есть стан и он с единицей атаки решает в общем дефать этого босса плюс там со стаками короче ну вот он качает атаку уже и у босса осталось короче 7 хп то есть один удар вот ему не хватило одного удара короче он зажал хил и проиграл вот короче говоря не очень понял почему он выбрал играть через хускаров ну хотя ну можно понять конечно ты вначале сидишь более циевого на них но ты в целом дф7 лучше и 8 более менее ну понятное дело вот 9 волна проблемная но он там типа выбрал вариант достроиться сильно что типа там и без осыла можно было ликануть а там мы еще и подкинули этот пачку аур поэтому в общем в этом плане все молодец грамотно сделал вот и типа если сравнивать развитие через химиков и хускаров выходит что через хусков то выгодно катать то что они дефают больше лвлов чем химики но все равно вот мы например вот пятая шестая волна смогли выкачать с него небольшую подачку вот на шестой волне пробили и на этом как бы хорошо все вышло вот это первая короче игра сейчас вторую найду значит вторая игра против человека с ником Юрик ну видимо Юра его зовут но это не точно в общем он типа меня знает один из подписчиков вроде как так есть у него арча от вот за 10 мутмен тени и спав тут еще вот про вчера про стрим типа разговор я поднялся там дед сгорел от рандома на 31 волне так у меня вот пак магнус тоже от вот за 10 ну в целом старт можно легко играть ну тут легкое развитие через три арчурки 3.0 плюс от вот за 10 как бы дешево даже не стал рисковать без отвода не стал дефт вот у меня двойной отвод достройка пак приходит урсана второй с ней мы благополучно справились в нулину задефали дальше делаем ламберт тут же урсу не смог он дефтнуть и сделал он себе 4.1 и видим он будет на 3 доставлять отвод да он учил этот отвод и и да да ну я не стал ничего посылать ну были на соплях деф там любой досыл и был были на 4 апается арчерка плюс заказывается висп пятый но здесь мы дфм через два вайда в этом плане все стандартно пик я скажем так вначале я его не смотрел но потом я где-то прочекал короче его то ли на третьей волне что там быстро очень быстрее чем вайды убивает намного то есть опять же на сплэш какой-то подумал но не думал что там какие-то арчи или ну вообще как бы в этом плане я не думал вот я ему кинул кстати говоря на пятый урсу с хермитом мило растянутый отвод но без арчерки как я понимаю и он тут очень жадно короче играет через 5-3 которые не очень понятно для чего нужны видимо чтобы апать кинга ну вот арчерки типа лекают две пятерку и он подкачивает атаку потому что у него горелка хил отдавать неохота но и понятно добавлят там виспо и ему не хватает а это фут это наша голода то показывать нет все ему хватает а тот три пиздюка ну если бы я еще и на 6 кинул я бы и тут пробил вот но в целом я подумал что он там копит и с горелочи может себе там много чего позволить вот а у нас тип пик так себе плюс у нас скилл волна вот я выбрал просто короля качать в общем застраховать кинга и не париться вот на 7 выбрал не доставлять третьего вайда апнуть еще одного ну короче не знаю решил потестить посмотреть как он будет херачить вот мне тут два орка и урса пришла вот по итогу 17 штук я лекаю соперник дефает и вынужден я весь лес вкидывать в короля в регены и прочее тут бью разных сатиров типа чтоб сейчас волна откадышится и пуляешь и все умирает разом чтоб лишние тычки типа не делать так подкачиваю реген видим что соперник раньше сделал имбер на 8 волне мы нуждаемся в достройке плюс нам могут закинуть как бы вот два войда в этом плане конечно плохо на 8 тут просто 4 арчи и делает он даже себе 75 уже ему хватает то есть очень рано все сделано все здорово подкидывает еще в меня ушу с мелочью ну видим что деф сносный совсем немножко проходит плюс он сам лекает видимо по фокусу там все не очень пошло плюс лишних танковочных арчей неопнутых у него нет и он пропускает что для нас очень приятно вот волну я не запускаю потому что хочу подкинуть на 9 вот делаю 7 5 предполагаю что соперник не будет слать на 9 плюс у нас войды и вроде как бы апнут и войд еще среди этой тусовки вроде нормально дефом вот подкидываю две пивы и хермита он доставляет себе теника и хускара за 80 так получается такой приличный пропуск ну с горелкой он может не бояться но в целом он кинга за apple чтобы десятку застраховать да и в целом дальнейшая игра уже король довольно сильный можно не бояться за все те 14 там только хп нужно будет апнуть например вот а я видел такой лик подумал что у меня по голде вроде неплохо все выходит и 7 6 можно сделать и короли у нас чуть-чуть есть вроде в теории должны либо в нулину дефнуть либо там только один босс в общем проходит вот и короче я 7 6 себе зарядил отводы там поставил и на десятку кинул в общем стандартный такой же складец подумал что если там сплошня она и так пропустит ну тут добавляется аппарат и апается хуск стакается босс ну здесь у нас пока типа все в одного мишку типа не бьют но он ни хера не башит первого забираем потом чисто весь фокус идет в другого босса так тут два проходит и тут я пытался стаками поменять таргет вот поменял дальше надо было тупо стакать и надеяться на промахи промахи были но все равно этого не хватило то есть чуть-чуть ну как еще 400 хп так то прилично то есть по идее можно было в нулину дефнуть но я бы 7 5 остался остаться нужно было там доставлять наверное медведи еще одного но я и так был доволен типа у нас ламбер ран сделан притом больше чем у соперника хотя опять же сначала он меня обгонял на два ламбера потом я его на один такое но все равно ситуация как бы более менее одинаковая по итогу ну и кингом здесь он все убивает пилит ламбер ему хватает кстати на аптине и он вроде бы это сделает нам хватает на 7 7 плюс есть голда на апвайда и я решаю что стоит это сделать потому что и так валы мало плюс на двенадцатом ли конем просто тонны этих вайдах в общем нужна вала и я выбираю что над вайдапать плюс они на арене хорошо себя показывают тем более что это у нас массовка милишников должны по идее забрать даже против большего вала вайды слишком сильные пиздюки на аренке тем более против сплоша милишников вот они тут херачат втроем никто не умер из них вот выигрываем арену с учетом того что соперник достроил тени капнул вот но он ему не помог но другое дело что он его страхует на одиннадцатой волне была идея у меня кинуть на одиннадцатый изначально но глядя на кинге глядя на то что там горелка и тени еще есть короче это никуда за ссыл был бы вот и короче говоря я решил не слать а подкачать немножко наверно кинга вот и в целом я сидел думал что делать потому что ну соперник будет делать теников против семнадцатой скорее всего ну а мы видим что он вообще вольный вот сразу ну как бы мы то этого не знали он не показал что а хотя нет он показывал что он в роли да ну да но я короче говоря не что то не задумывался на тот момент об этом вот я почему то думал что у него есть эти теники вот и что против семнадцатой у него есть деф в общем говоря два варианта всего куда слать это четырнадцатая или пятнадцатая волна вот типа но на четырнадцатой если мы кидаем у него уже 10 атаки есть горелка хороший как бы ломбир в целом он подапывал от кинга и может в нас выбирать и копить там куда угодно много то есть вариант так себе другой вариант что мы мы кидаем на пятнадцатый вот но у нас типа пик у самих против пятнадцатого такой себе но вот я ролю нахожу фантомов типа и начинаю размышлять что вот мы сейчас нам придет на двенадцатый мы как бы более менее дефнем вот я типа лес не трачу да вот сделал 8 атаки там подвал и все вот и тут короче мув которым я обучил в этом предыдущем видосике то что на двенадцатый там подкидывается не на все так ну на тринадцатый или на двенадцать неважно подкидывается не на все чтоб добиться пропуска какой то кормежки вот и дальше типа на пятнадцать я посмотрю на этот засыл и думаю что ну это ж мой подписчик наверное смотрел уже значит на пятнадцатый придет тем более то что он видит у нас короче говоря мы плохо тоже на пятнадцатый стоим то есть ну и дальше в целом там шестнадцать семнадцать и так далее но фантом конечно кардинально все меняют вот я решаю что вроде я подапаю кинга по факту то есть буду ждать его засыл на пятнадцатый подапаю кинга сколько потребуется и короче буду копить ему куда то куда пока еще не понятно но в целом размышлял на тему того что на семнадцатый кидать ну вроде бы там и скопится неплохо но он кинга масштаб и опять же игра затянется хотелось бы одним засылом закончить скажем так вот и из всего что вертелось к голове вот считайте семнадцатый он более-менее дефат тинниками как будто бы они были вот восемнадцатый ну типа с горем пополам тоже дефает вот далее девятнадцатый там типа арчи хускар и аппарат то есть тоже не хочется слать хотя ну на самом деле там могло порвать нормально с учетом этих танков но кто же знал вот и короче я придумал что мы будем копить на двадцатый левел много прям ну и сидеть более-менее на вале то есть мы сначала дефаем его засыл а потом уже ламбер делаем ну здесь я конечно семь девять запилил потому что в целом танковка сильная с воротами плюс замедло вот и к пятнадцатый там сколько ну короче нужное количество фант вроде я должен был настроить чем за этот момент я не парился чем надеялся что фант нас засейвит вот сперник осталось семь шесть копит на пятнадцать аппнутый аппарат есть в целом если бы мы кинули четырнадцать я думаю мы бы его пробили но мы бы все равно потом в лицо получили этот засыл то есть там не настолько большой был бы лик чтобы ему пришлось там дохера вливать щеки нога то есть видим тут и с горелкой короче говоря там не знаю два три аппа может быть потребуется и все вот приходит нам ну обычный такой засыл тем кряк урса вот он спрашивает а где вроде ну в его сторону засыл видимо он ждал размена ну как бы во время игры я думал конечно об этом но я решил что хочу в общем потестить на двадцатую волну покопить хочу ну тут мне слегка не хватало мне пришлось еще в кинга там подвливать чтобы сохранить хил вот к шестнадцатой волне я достраиваюсь пять фантомов есть магнус дальше ну танк вставлю семь десять сижу вот и там ответил что вроде я тебе попозже закинул вот но сопернику ну тут еще ладно типа семнадцатый он более-менее с его пиком дефать поэтому он ломбер себе заказал а он рольнул у него петлорды по триста двадцать покажем короче в пике только пятых и все а мы пока делаем просто ноутанков 3000 на руках у нас плюс а там человек просто качает кинга потому что больше ничего не остается но на самом деле я вижу что на девятнадцатый тут походу ггшка была потому что арчи тут не особо спасали ну четырех маловато один хускар тоже не то и аппарат тоже такой а все остальные юниты ватные очень петлорды супер вата на девятнадцать теник тоже очень медленный танки там что-то пытаются крутиться вертеться там вроде добивать что-то хотят поэтому тоже они тупят и из-за этого деф вообще ужасный был бы но кто знал так он 7 11 у нас 7 12 разница примерно 500 валы всего так ну и кидаю демон крекин эти шаманы без мелочи кидаем по моим или потом добавлю не знаю 1 варлок тогда в общем 3 кряки 3 шамана даю в общем все в жир на плюс на дпс вот ролю мне выпадает вертолет феникс арча ну даю вертолет вот аппы танка ставлю там на год вот здесь 3 аппнутых танка просто так 2 фуловые черепахи можно сказать 2 кряки 3 битый демон 3 шамана и варлок вот его лик у него фуловый король а не фуловый 25 25 атаки не фуловый король вот сейчас он добивает демона дальше с контролем по моему есть проблемки все это время работают 2 фуловые черепахи которых время от времени подкуривают шаманы дальше вот он не может выделить шаманов и на 20 это частая проблема и ему типа надо добить хотя бы черепаху одну чтобы фокус спал ну либо есть какие-то другие лайфхаки для этого момента но я не шарю вот хил он потратил ну и здесь уже видно по количеству хп что у него не получится дефнуть это и при всем этом он кстати еще сам не кидал на 20 ну естественно немного но кидал хотя можно было подумать о 20 волне здесь вот здесь такая прикольная победка вышла ну там засыл сейчас даже надо посчитать значит варлок один был то есть это 3к плюс это 4 5 ну короче где-то 5500 или типа того или чуть-чуть больше даже даже вот такой засыл кидал и больше когда-то тоже на боте в льдос кидал 7000 по моему может я даже это рассказывал кому-то точно рассказывал короче у него были гидры но я подумал что это дубы и поэтому выбрал вариант тоже типа тупо апнуть кинга в мидгейме и копить на 20 много сидеть на валете типа с не особо высоким ламбером ну там что-то в районе 7-10 может вот сидел там что-то дефался терпел вот и накопил 7000 на 20 кинул а у него как бы масс гидры но видимо без рейнджового дпс минус армора не было и в общем он с фуловым королем скиллом его короче там все убило так что можно на 20 заканчивать только надо много туда но и не во все пики заходят естественно вот вот и сейчас еще одну игру но но она такая скажем так не особо сильная игра но я бы ее рассмотрел тупо из-за пиков в общем вот наш пик есть тут мишка паки огры и так далее вот я ставлю два игра мишку протона делаю рерол как бы тут пик не лучше решаю что протона мы оставим потому что он ринжовый вот но весь поделаем и все как бы а дальше что делать не очень понятно соперник у нас терман терманчик видимо этот же человек вот играет он тоже не совсем стандартно делает он 3-0 причем он играет через этого апнутого ван дерера в милишника хотя можно было бы сыграть через друида ну друид 2-0 допустим а так у него тут околиты можно было через околитов играть хороший вариант через 3-0 ну он выбрал играть через этого ну короче не лучший выбор на это пофиг он тут вспоминает имбовую 21 волну на старой карте где куча имбы было так первый без проблем так то в целом и мишков мог бы задефать но из-за танковки видите здесь например нету больше ничего из милишников хорошего крогот он как бы не дпс поэтому я решил что башеров я оставлю вот а что дальше как играть дальше я выставил такой план что я буду выходить в мид вагоны чтобы дефать всякие вот чтобы короче четвертый левел как-то тоже дефать более-менее потому что все другие варианты нам надо там каких-то коз делать что-то там в общем другие варики мне не особо нравились они менее инкомные вот кинул что на 2 пробил потому что там вот это говно стоит а не другой расклад то есть были бы околиты он бы дефнул в нулину плюс он мне кидает на 3 и он достраивает околитов после вот этого мужика то есть в целом можно было и без мужика на околитах играть не знаю почему так он сыграл вот на третий у меня 3 метвагона от вот такой же 4 0 сижу ну неплохой ламбер в целом для такого пика как бы у меня было понимание что начальная лавла мы можем себе позволить ламбер и можем позволить дальше как-то дефать этим говном и задача была просто выйти в этот хороший ламбер чтобы потом апать кинга и все и за счет кинга справляться с проблемными волнами вот здесь я выбираю вариант что типа я доставлю еще 1 1 мид вагон и мне хватит на на ламбер но я в итоге сделал вот 4 2 и что-то я заказал себе короче почему-то 5 виспа хотя надо было 4 мид вагон ставить может я подумал что типа надо все равно будет потом на 5 ставить что-то 4 мид вагона много вот но мне приходит дохера мелочи а я кидаю кодоя вот этот милишник здесь просто руинит всю игру человеку потому что будь у него 4 колита с вертолетом он бы это в 0 дефнул а так у него вся весь вся пачка короче зафокусила этого пиздюка коня и дальше не хватает уже дпс и как бы расфокуса по вашим линитам и они все это затрачивают и 13 лиг получается а здесь пока у меня телеги и эти мишка с башерами разбирались этой толпой мелочи то есть телеги ни хера не смогли убить и тоже получается здоровый лиг вот но единственный плюс то что тянется время и у нас было пять два плюс я заказал себе еще одного виспа потому что с той стороны большой лик и у нас тоже лик то есть кормежка обоюдная происходит и капнет приличное количество денег так я подкачал короля реген наверное дал нет не дал а нет уже дал волна у терман а цвет это цвет игрока видимо о котором скилл пишется вот что это типа для апсов сделали а я так я не мог догнать короче по какой системе цвет у скиллов короче ладно добавляют друида на пять я ему кидаю тупо мелочь ну короче неймком тупо кидаю и все типа вдруг зайдет сам добавляю арчу ну которая за сорок а и апаю магнуса из расчета что мы ну магнус сам по себе неплохо бьет плюс он сильно замедлит волну плюс шестую волну без магнуса вообще никак только с магнусом плюс арча будет там настреливать вот он мне не стал кидать ну его право сам он сидит пять один блять уехал случайно так что друид справится справится а мы лекаем без осыла не смогли деф вот и что-то мне выпал стан но я короче сделал 6-3 почему-то видимо из расчета что шестой левел мы изи деф плюс я могу ну коза ап козы не стоит еду поэтому можно всегда апнуть например или агра апнуть в общем шестой мы и так хорошо дефаем третьей легии плюс 2 милишника с магнусом можно было и не достраивать покопить допустим на пит лорда но потом я подумал что пит лорд на восьмой волне такое говнище будет ну как бы в общем формате что здесь выгоднее всяких вот этих ставить ранжовых хилера плюс коз штопать это единственный вариант по моему более-менее дефать вот и дальше я просто начинаю с 6-3 качать кинга так человек почему-то сидит 5-1 ну очень надежно играет короче олдскульно ставить стим роллера на 7 ну я понятное дело не кидаю потому что я не понимаю что там у него такое плюс у меня говно и я как бы в деф катаю ставлю медвагон вот-вот ставлю две козы ну доставляю точнее козу еще на 7 сюда в основу тут уже заказываю виспа потому что по деньгам там по идее нам ни на что не хватит дельное ну типа мы допустим поставим козу и все нам больше ни на что не хватит седьмую волну мы еще задефали вот этим говном уже можно порадоваться нам идет на 8 много с 5-1 чувак копил кстати если бы мы кинули на 8 ему его бы разорвало ну у него слишком мало ну у него видите волна короче он выгляжу ну годно будем деф ну блин а блин и на 8 ну блин короче очень слабая игра конечно но нас здесь интересует именно розыгрыш говна с моей стороны я хотел показать потому что я на стриме рассказывал но что-то решил и покажу заодно тот момент у меня 200 голды я не знаю что поставить и типа выбирать в любом случае останется голда я понимаю что сейчас придет скорее всего и выбираю просто как бы построиться на все и это вариант вот два этих хилера поставить которые плюс еще на 9 волне будут как бы полезны магической тычкой то что он не один будет юнит а два понятно что аура у них не стакается просто короче так было сделано чтобы на всю голду построиться вот значит с 8 волну мы лекаем много ничего нас тут не спасает 24 моба на 7-3 есть на 7-4 не хватило делаем кинга 5 атаки 7 фп и реген у нас по моему есть так без хила справляемся естественно такой сильный король плюс регена куча на 9 волне я я себе 7-4 заказал и остается голдишка я выбираю ап башера как танковку у нас в целом танковки мало как бы один милишник которого фокусить будут да он как бы замедляет сильно но все равно к нему какая-то добавка нужна чтоб разобавлять это все пространство вокруг него чтоб в него фокус сразу не летел вот я решил что башера апнуть нормальная затея плюс ну тут он не строился видим что он ломберы себе тут делал все это время во время пропуска плюс короче второго башера я продавал когда-то чтобы мне хватило на козу по моему это единственное что я помню из-за чего я продал в общем мне там не хватало и я его продал девятка видим что под засылом я бы потек думаю да семь пять я решил не делать кидаю фул на десятый ну из замысла чтобы поднять инком на своем говно пике нам здесь тоже идет дохера и чувак короче апает стима апает стима апает стима просто на десять насколько он блять жесткий не было бы всяких вот ревенантов была бы полная жопа а у него и отводы кстати нет он видимо мелочь стакнул да семь три он остался посмотрим его деф хотя можно в замедленном короче он стакнул все мелочь ну это правильно тут вот а дальше я выбрал вариант на десятке поставить уже танковку как бы в дальнейшем чтобы было чему танчить короче поставил два киборга то что вроде нам наваливать то есть тут козы по десятке неплохо наваливают но там пришло тоже много плюс всякие расфокусы и по итогу у нас как-то все не особо пошло а здесь очень жирный пик под вертолетом танк у танка тычка я ей буду три сотки плюс лина минус армор тоже стреляет шустро плюс ревенанты лупит в общем он из дефа семь три а у нас получается лик двух басов из-за сильного расфокуса под мелочью вот но мы сидим семь четыре у нас есть король хил не потеряем по моему а ну еще и станк тем более не потеряем вот заказываем естественно ломбер то есть я на этом говне вообще не рассчитываю выиграть арену тем более вижу вал думаю ну его нахер я лучше ломбер сделаю делаю ломберчик на семь шесть хватило уже хорошо вот он удивляется что я там на говне короче сижу так на семь на седьмой оп ему тоже не хватает ему жалуюсь на два пика не очень хороших так дальше что мы делаем значит чел подкидывает мне на двенадцать а я закидываю а я закидываю фул в него на двенадцатую волну ну потому что у него слишком мало винитов короче и танк этот вроде контрится мелочью в общем кинул тележку с надеждой что она разъебет этого танка и все остальное плюс мелочи чтобы всякие тоже жирные тычки как бы уходили в перерасход сам добавляю просто максимальную танковку и все просто жира накидал ну в смысле настроил я из соображений что чтобы четырнадцатую волну тоже более-менее как-то дефнуть надо в киборгов выходить вот вот ну и вот видим что получается у него на двенадцатой волне смысл такой что у него волна но я не знал что у него волна потому что он не юзал ни разу мы не видели пропуска вообще от него по-моему вот но даже с волной видимо он подумал что будет простой деф а пт хп там атаку и так далее но мобов слишком много а у нас есть король как бы при всем этом нам пофиг поэтому мы можем позволить себе слать ну тут как бы по контролю ужасно можно было аур добить потом уже переключаться на тележку ну даже с волной он теряет хил на двенадцать понятное дело мы ничего не теряем мы и дефнули лучше в целом дальше он не апает реген сколько у него у него нет регена и в целом я не знаю что он будет делать не умеет что он башнями дефать ну да он пишет что не особо как бы знаток игры на плохих юнитах вот вкачал он реген все таки себе и заказывает ломбир а я подумал что типа если мы не задавим его то дальше будет проблематично поэтому я выбрал вариант что мы будем сидеть с ломбиром 77 и кинем короче наенком еще раз на 14 волну ну как засыл то довольно плотный получается с мелочью с учетом того что мелочь это сильный контрит вот его танка но я как бы не думал что он два танка поставит оказывается он еще и второго поставил апнутого танка но это вообще полный бред вот вот кидаю массовку вот сама пою пацанов киборгов кроготов делаю и питающего но добавляю так ну и смотрим он в нас не кидал у него тысяча леса куда то он только что дел а он ломбир заказал ну в общем его по полной тут разносит это понятное дело вот 18 мобов они ну есть залитые конечно но в целом они все целех в целом целехонькие классно вообще сказал но бывает 17 мобов у него еще есть 700 леса и он почему то не апает и вот на стриме вчера говорили смирился с поражением подарил игру вот вот здесь наверное можно к нему сказать применить вот это то что здесь уже он смирился с поражением что он даже 700 леса не стал вкидывать в короля хотя сейчас смотря на деф можно понять что эти апы не помогли бы он все равно бы умер вот поэтому пацаны не апайте никогда стимроллеров к 14 волне а тем более к 10 вот пока что это самое таки прикольные игры какие были ну там на стриме еще была наркоманская игра через кучу всякого говна в общем забавная игра тоже может быть потом ее как-нибудь вырежу оттуда вот всем спасибо за внимание услышимся увидимся попозже еще